Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вашему вниманию тему «Высшие силы Гигата. Контактер Лия Лимберг. О страхе смерти и трех контурах защиты». Думаю, что нам всем это будет очень интересно. Читает Лора. Что мы на самом деле можем или не можем, так народу и вовсе стало неуютно, потому что стали понимать, что в действительности наш выбор очень ограничен. Я так понимаю, что это далеко не по данной теме. Правильно понимаешь, это далеко не все. Сегодня мы расскажем вам о трех взаимосвязанных вещах, трех ограничительных контурах или кругах-предохранителях, встроенных в систему и в ваши структуры. Это очень важные элементы системы. Они из самых важных. Без них работа системы была бы невозможной. Первый круг или первый барьер – это страх смерти. Вы боитесь смерти? Подавляющее большинство из вас боится. Вы страшитесь небытия, неизвестности, потери своей личности, своей индивидуальности, потери мнимого контроля над своей реальностью. А вы никогда не задумывались над вопросом, почему это работает? Этот иррациональный, неконтролируемый страх был искусственно имплантирован в ваши поля для того, чтобы вы не торопились вернуться обратно. Вы понимаете? Страх смерти. Смерти – это конструкция. Большинство из вас ложится спать каждую ночь и видит сны. Что происходит во сне? Вы можете испытывать во сне очень сильные чувства, эмоции. Вы летаете, плаваете, телепортируетесь, занимаетесь вещами, противоречащими законам известной вам физики. И все это для вас совершенно нормально, пока вы спите и видите сны. У вас не возникает вопрос, возможен ли полет в теле или нет. Вы просто отталкиваетесь от земли и взлетаете. А как же иначе? Ведь это ваше естественное состояние. Но волшебство рассеивается, когда вы просыпаетесь. И когда вы встаете с постели, вы вновь погружаетесь в реальность тяжести и ограничений. А что если мы скажем вам, что когда вы спите, то вы ненадолго умираете? Вы можете ненадолго вернуться домой, не прерывая вашей связи с физическим телом и почувствовать наши объятия. Да, у вас есть эта возможность. Вы ведь знали об этом, не так ли? Теперь вы понимаете, почему было необходимо встроить в вас искусственный страх смерти. Это была ваша собственная идея. Дорогие наши бесстрашные исследователи жизни. Мы преисполнились сострадания и уговорили вас оставить себе воспоминания о доме хотя бы во сне. Представьте себе чувство матери, когда сын говорит ей, я ухожу надолго и я забуду тебя, мама, и больше не услышу твой голос и не вспомню твое лицо, и не узнаю тебя, даже если ты будешь рядом. Да, наши сердца были разбиты. Да, ангелы эмоциональны. Да, дух обладает глубиной чувств, которую вы не можете себе представить. Ваши сны – это наш подарок вам. Дорогой сын, милая дочь, вы не помнили нас и не слышали наших голосов. Тысячи ваших земных и не только лет, да и для нас прошло всего лишь мгновение, но наши чувства намного глубже ваших человеческих, так как у духа нет защиты контуров. Некоторые из вас давно преодолели первый защитный контур и вышли во второй внешний периметр. Да, защитные контуры не являются непреодолимыми. Когда вы вплотную подходите к ограждению, то понимаете, что можете с легкостью преодолеть его, как тучи на небе. Снизу они кажутся такими плотными и угрожающими, а если вы постепенно подниметесь по горной тропе к вершине, вдруг оказываетесь над облаками, то понимаете, что это был всего лишь густой туман. Он не блокирует вас, разве что может немного замедлить. И над облаками вас неизменно встречает яркий солнечный свет. Он несет с собой предельную ясность происходящего. Поздравляем! Вы добрались до второго контура. Второй защитный круг. Логика. Логика часто предохраняет вас от совершения необдуманных поступков. Логика существует на разных уровнях. Земная логика зачастую обусловлена первым контуром – страхом смерти. Вы называете это инстинктом самосохранения. Но если он перестает работать, то включается второй защитный контур – духовная логика. Духовная логика говорит вам, что нельзя просто так взять и покинуть поля эксперимента. Потому что в этот процесс было сделано столько инвестиций, было зафиксировано множество достижений и успехов. И над ошибками надо бы еще поработать. Духовная логика толкает вас на поиски истины, на поиски ответов. Она является сильным катализатором. Пользуясь духовной логикой, вы объясняете порой необъяснимые вещи, так как с точки зрения духа они становятся понятными и естественными. Это естественный ход духовных вещей. Вы идете дальше. В вашем духовном путешествии. Плата духовной логики залита светом солнца и путешествие делается намного приятнее, чем крутой подъем в густом тумане. В этом месте можно задержаться надолго, так как здесь вдруг открывается столько предметов, которые можно исследовать. Это захватывающее исследование законов духа и их проявлений на земном плане. Это хорошее место, где есть потенциал приобретения множества новых знаний и умений. Большинство из вас застревает на втором контуре. Он хорош тем, что приятен. Намного приятнее жесткого страха смерти, от которого так хотелось избавиться. Плата духовной логики – уютное место. Это уют лаборатории, оснащенной по последнему слову техники. В лаборатории вы не один. Ваши исследования неизменно сопровождают учителя и наставники. Они тщательно следят за тем, чтобы вы не навредили себе и другим. Вы привыкаете к их присутствию, но рано или поздно вам становится тесно в роли младшего лаборанта. Рано или поздно. Исследователь добирается до ядра атома и понимает, что здесь царят уже совсем другие законы. Азарт толкает его проникнуть внутрь творения. И ему становится буквально тесно в стенах лаборатории духовной логики. Так вы подходите к порогу третьего защитного контура. Вы хотите узнать больше, достичь большего, и вам понятно, что с физическим телом дальше не пройдешь. Наставники наблюдают за этим. Они говорят вам, если хочешь зайти внутрь атомного реактора, то хотя бы надень защитный костюм. Юмор духа. Тогда приходит время снять халат лаборанта и одеть совсем другую одежду. Третий охранный контур или третью степень защиты мы называем доспехи Бога. Но вы можете назвать это плащом супергероя. Юмор зодчих. Раз уж вы зашли так далеко, то вот вам откровение. Доспехи Бога всегда были при вас. У каждого из вас есть потенциал активации трансформирующих процессов, которые приведут в итоге к видоизменению материи. План был такой. Если вы достигнете этой точки, не уничтожив себя и весь мир, как это уже бывало не раз, то включатся механизмы трансформации. Они включились. И тела некоторых из вас действительно начали превращаться в доспехи. Вы заметили, что стали меньше валеть, что легче переносить и жару, и холод, чем еще несколько лет тому назад. Доспехи Бога нельзя одолжить или купить. Их можно только вырастить на себе. По сути дела, это и есть алхимическое слияние материи и духа. И Земля для этого самое подходящее место. Вы любите фильмы про супергероев? Ваши сердца начинают биться быстрее, когда капитан А или Б отбивает лазерные лучи своим щитом и проходит сквозь гамма-излучение, когда раны одного когтистого парня затягиваются в мгновение ока. Вы думаете, откуда у вас появились все эти идеи? На сегодня достаточно? Улыбается. Как всегда, накрыла с головой. Благодарю тебя, дорогая сестра. Лия Лемберг